Происходила просто бойня. По голове били, по почкам били, шокерами били, по мужским вот этим всем делам, гениталиям. Ставили на четвереньки, заставляли лаять. Я не знаю, пытки какие-то, как по слагере, я просто в шоке. Били, били, били там. В результате они уже не выдержали, вспороли себе животы. Редкий случай. Женщины объединились. Женщины объединились и редкий случай не боятся, не боятся говорить. Не боятся говорить и общаются с журналистами. Кузбасская ИК-41. Массово избили заключенных. Находящиеся в зале три осужденных пытаются, издеваются в самых изощренных формах. И так далее. То есть и тысячи, тысячи, тысячи голосовых сообщений. Вот это происходит прямо сейчас. Много пострадало, я думаю, в районе, может быть, человек 70-80, ближе к 100, наверное. Вообще, я думала, что мы живем в правовом государстве. Оказывается, я не понимаю. В каком? Наверное, они ждут какого-то мятежа. Не только так. Ну а как? Буквально накануне приезжал генерал с Кемерово, Березнев. Прошел буквально все локалки, вплоть до ШИЗО, везде был. И дал оценку, что у вас все плохо, у вас не делают зарядку, у вас что-то, чего-то. Ну, может быть, это стечение обстоятельств. Я не знаю, но буквально через некоторое время приезжает группа сотрудников, собранных со всей Кемеровской области, включая ГУФСИН. И вот приехали вот эти вот вышибалы, я так понимаю, с разных лагерей. То есть пресс, как прессуют, которые... И они еще перед этим их предупреждали. Ну, держитесь, пристегивайтесь, мне сын говорил. Он говорит, а что, метеорит, что ли, нагло упадет? Я так пошутил. Ну, типа того. Прям пугали их там. Ну, я думаю так, что мой сын, он не буйный. И он никогда не будет воевать, просто так не стал бы воевать. Я думаю, что он за кого-то вступился. Я думаю, что он просто сказал, прекратите беспредел. Ну, просто-напросто. Даже такое я услышала, что били по щеке и говорили, ну, что, сучка? Что значит, ну, что, сучка? Ну, какой мужчина это выдержит? Угрожают, что в задний проход дубинку засунем. Угрозы вот такие. Он говорит, мам, вы только с волей можете нам помочь. Иначе, говорит, мы, говорит, себе вены повскрываем. Говорит, ну, по-другому никак, говорит. Он вообще такой пацан-то у меня крепкий, как бы. И редко, когда помощи какой-то просит, сам всегда справляется. Ну, это из оперативного управления идет, из оперативного отдела управления. Просто вот решили прикошмарить 41-й лагерь Кемеров. Там же у них вообще жуткие вещи творились. Всегда, всегда. Кемеров – тяжелый регион. Впервые на территории справительного учреждения номер 41 звонит колокольный звон. Колокола изготовили осужденные сами. Работа шла более месяца. На торжественное освещение колокольни приехал митрополит Аристарх. Восторгу осужденных не было предела, ведь колокольный звон на территории колонии – явление редкое. А теперь у людей, которые отбывают здесь наказание, есть возможность в православные праздники слушать звон колоколов и молиться. В нашей колонии я столкнулась вот именно с силовыми такими методами первый раз. А мы там с 19-го года. До 19-го года знаю, что там тоже были пытки. Страшные вещи. Вплоть до ставили утюг на живот. Привязывали к скамейке, ставили утюг на живот и включали его. Но эту информацию я узнала от сына в 19-м году, когда он мне сказал, мам, если бы я сюда приехал, наверное, полгода ранее, ну, наверное, я бы стала инвалидом. До нас дошла информация, что у вас здесь под крышей, то есть шизо, бур, сус, творится беспредел. А забирают все подряд. И личные вещи, и средства гигиены заходят, забирают. И продукты забирают. На что мой сын возразил, ну, поспорить, наверное, решил или как. Его шокером ударили, завалили на пол, начали пинать под яйца и везде и всюду. Это вам приукрасили что-то? Ничего не приукрасили, абсолютно верная, достоверная информация. Так это я не одна знаю, это все родители знают. У меня группа есть, родители у меня с телефона. Их прямо за людей не считают, заключенных. Газ как заставляют, как собак. Это что такое? Такого быть просто не может. Сегодня тоже, сегодня тоже произошло. Били шокерами и дубинками за то, что зарядку не делали. За то, что утром зарядку не делали? Прилюбно били дубинками? Нет, увели их и били дубинками и шокерами. Не готов вам ответить, я некомпетентно дам вам вопрос. Я так думаю, что вы меня не поймете, не услышите. Мне больше разговаривать с вами. Тем более вы по другой части. Я сейчас прокуратуру по этому поверю. Человек находится в исправительной колонии, которая должна его исправлять, но не уничтожать, как занимаются в ИК-41 в настоящее время. И до сих пор это происходит. Мы обратились в следственный комитет. Мы обратились к уполномоченному по правам человека Кемеровской области. Мы обратились к адвокатам. Я написала заявление об возбуждении уголовного дела на вот этих сотрудников, которые избивали. Пытали, издевались. Инстанции, куда обращались, куда только могли. Только до президента еще не дошли, получается. И будем биться до конца. Продолжение следует...